Зима все-таки наступит, так говорят синоптики. Несмотря на то, что ноябрь нас радует теплом, заморозки уже случались, а на наших трассах было довольно скользко. Не пора ли нам переобувать зимнюю резину? Или, может быть, подождать, пока снег не ляжет? Не опасно ли в межсезонье? Статистика ГИБДД не утешает. С началом зимнего сезона увеличивается число серьезных аварий на дорогах. Причем гибнут не только автомобилисты, но и пешеходы. Когда выпадает первый снег, появляется гололед на дороге, количество аварий увеличивается. Не только без пострадавших, наверное, железа, как мы называем, а те, в которых, к сожалению, погибают люди. Осенью мы рекомендуем водителям вовремя перебывать шины. Это поможет снизить намного количество дорожно-транспортных происшествий. Мы надеемся, что к нашим словам прислушиваются. Что ж, отправляемся в шиномонтаж. В среднем по нашему району сменить шины 15-16 радиуса будет стоить 1600-1800 рублей. Есть у автосервисов высокие и низкие сезоны. Первые выходные в конце октября этого года, когда только выпал снег, автолюбители тратили по 3-4 часа на переобувку. Сейчас вся операция займет не более 30 минут. Кстати, есть у нас и шиномонтаж с доставкой на дом. По стандартной московской цене прямо к гаражу приезжает специальная команда со всем оборудованием. Важно помнить, что переобуться – это не только снять с дисков летние покрышки и надеть зимние, но и сделать в обязательном порядке балансировку. Балансировку нужно делать перед каждым сезоном, потому что колеса стираются, изнашиваются, балансировка изменяется. Балансировку необходимо производители рекомендуют делать каждые 10 тысяч километров. Но это очень часто, хотя бы раз в сезон, перед переобувкой, сделать балансировку. Балансировка – это уравнивание масс колеса с диском, поэтому это просто необходимо. Неверная балансировка – удар прежде всего по ходовой части автомобиля. Лишних 20 граммов в колесе равносильно биению 500-граммового молотка с частотой 600 ударов в минуту. На скорости это существенно снижает управляемость машины. На балансировочном стенде навешивают специальные грузики. Вот так. Несколько оборотов и масса шины и диска, хотя и не абсолютно точно такое бывает редко, но уравнено. Еще одна небольшая хитрость – шириной и высотой протектора можно поиграть. На зиму берем шину уже и выше, она поможет нам резать снежный покров, и к тому же она легче, и, следовательно, нагрузка на подвеску машины ниже. Кстати, чем шина уже, тем дешевле. На лето поставим шину шире и ниже, обеспечивая большее пятно сцепления с трассой. Однако не стоит забывать и об эффекте аквапланирования на мокрой дороге, а потому даже с самыми лучшими шинами помнить о разумной предосторожности. Вот и все. На диске смонтированы шины, проведена балансировка, колеса тщательно закреплены. Везем домой летние покрышки и аккуратно складываем в сухом месте стопочкой. Ставить шины на хранение нельзя. В истринских автосервисах говорят, что большинство автолюбителей уже поменяли покрышки. Это значит, что зима их врасплох не застанет. Теперь гололед не страшен и мне, а потому я отправляюсь с нетерпением ждать снега.